Вытяжек нет, вентканалы вообще не сделаны. Этот дом построен самостоятельно. Хозяином до 1917 года, как указано на техническом паспорте, не соблюдены все строительные нормы. Вся эта постройка выглядит в целом как карточный дом с многочисленными пристройками. Кстати, одна из которых не так давно была куплена семьей с детьми за 1 миллион 200 тысяч рублей. Последняя инвентаризация этого дома была проведена в 1989 году. Тогда был вынесен вердикт – дом изножен всего на 40%. Вот, смотрите, где износ. Итого 39% внизу. Нормально больше 100 лет дому. По словам жильцов, их дом не относится ни к одной управляющей компании. Они считают, что, скорее всего, он закреплен за администрацией города. По этой причине жителям приходится вызывать частных сантехников и электриков. Последние и вовсе опасаются производить какой-то ремонт в доисторических щитках. Ведь некоторые части дома деревянные и могут загореться. Стоит сказать, что это также столетние бревна. Стена просто промерзает насквозь. Слой иния. Видите, она не обшита ничем. Бревна не обшиты ничем. Снутри просто сухая штукатурка. Все. Обоями мы залепили. Все на этом. В такие стены жильцы не могут поставить и новые окна. Бревна начинают разрушаться от этого. С каменными все же попроще. Деревянные лестницы тоже являются проблемой. В них дыры, они шатаются, гниют. Но даже в тех подъездах, где лестницы каменные, есть свои нюансы. Подъезд. Где подъезд? Куда входить? Вот все. Оторвано. Лестничной площадки тоже нет. И сразу с улицы люди попадают к себе в квартиры. Сами делают пристройки в качестве подъезда. Ремонт стен, крыши, полов. Там везде дыры. Соседи могут переговариваться друг с другом через них. А пол первого этажа – это и вовсе деревянные доски, лежащие на обычном грунте. Подвалов, фундамента тут нет. Вода после дождей через землю попадает в квартиры. Нас включили в ремонт на 31-й год, на капитальный ремонт. Я не знаю, мне кажется, это просто издевательство. И это при том, что жить здесь просто опасно. Те, которые что-то освещают и фотографируют, они приехали и уехали. Их не осудишь. Они правы. Они хотя бы им большое спасибо, что они высвечивают эту программу и дают понять, что посмотрите, посмотрите, обратите на этих людей внимание. Но никакого внимания со стороны никого. Одни письма только. А мы живем. Мы остаемся жить. И поэтому за дня в день даже в моей квартире, сейчас, правда, поутихло, а то вот в этом крыле в левом глубоком, где связь с соседкой, у меня идет обрушение стен, осыпаются. И я даже вот когда поначалу вот пригибалась, потому что я боялась, думаю, сейчас, может быть, это и все рухнет. Много лет жители этого дома борются за свои права. Сейчас они хотят подать все необходимые документы в администрацию города до конца июля, чтобы власти занялись их расселением, поскольку смысла в ремонте дома жильцы уже не видят. Для этого нужно признать дом аварийным с помощью независимой экспертной организации. Это бремя ложится на самих жильцов, чем они сейчас и занимаются.